Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, по-прежнему цветёт мой неопознанный объект, красотка. Красная роза, бархатная, красивая, то ли Сантана, то ли Дон Жуан, то ли не знаю что. Но цветёт, радует меня красотой. Посмотрите, уже некоторые веточки отцвели, я их обрезала. Но она всё равно набирает бутоны. Вот, вы видите, какие бутоны. У неё будет ещё продолжаться цветение. И надеюсь, что она ещё наберёт много-много красивых кистей с цветами. Роза красивая, роза очень-очень мощная. Вот, в моём саду она где-то 2,5 метра высотой. Посмотрите, какие красивые кисти она даёт. Я вам уже рассказывала. Ну, всё в ней, в общем-то, прекрасно. Кроме того, что она имеет очень лёгкий, неуловимый запах. А так, роза крепкая. Вот уж монстр точно настоящий. Потому что, если посмотреть её ствол, то он где-то 2 сантиметра, как минимум, в ширину. Но, видимо, эта роза всё же такая плетистая, крепкая, здоровая. Пусть растёт и радует меня своим великолепным цветением. Сейчас мы пройдём с вами на другой участок. И я вам покажу, что цветёт там. Сейчас мы видим с вами розу лавиния. Вот некоторые рассуждают, люблю, не люблю. Ну, а как не любить? Посмотрите, какие букеты нежнейших розовых цветов выдаёт эта роза. Когда большинство роз уже, так сказать, отцветает, уходит на закладку бутонов на второе цветение, эта роза по-прежнему благоухает красивыми, нежными бабочками, цветами. Ну да, цветок показывает серединку. Ну и что? От этого великолепия, этой розы, нисколько не меркнет. Вот здесь, конечно, уже отцветает эта розочка. Но одновременно с этим, вот видите, кисть, так сказать, набрала на новое цветение. И в промежутке между первой и второй волной цветения на этой розе всё равно будут хоть единичные, но, так сказать, цветы. А это очень важно, чтобы в период между первым и вторым цветением мы не видели с вами голые пустые кусты, а чтобы хоть иногда, изредка, нас радовали красивые нежные цветы. И вот так себя ведёт роза лавиния. Ну а сейчас посмотрим, что ещё цветёт и растёт в моём саду. Сейчас мы с вами видим великолепную розу Нотр-Дам Дерюзор. В прошлый ролик, один из прошлых, вернее, своих роликов, я перепутала эти розы и показала вам наоборот. А вот эта розочка Поль Бакюс, великолепная, красивая, она как бы розового цвета. Роза, я сказала вам, что это роза Нотр-Дам Дерюзор, а это Поль Бакюс. Извиняюсь, конечно, немножечко перепутала. Всё помнить невозможно. Но вот сейчас очень красиво цветёт роза Нотр-Дам Дерюзор. Это, конечно, великолепная роза производства Массада. А мы опять возвращаемся к этому производителю. У него что не роза, то шедевр. Роза очень красивая, очень высокая. Вот сейчас она у меня достигает где-то метр двадцать, метр тридцать в высоту. А роза, в общем-то, растёт в моём саду третий год. Здесь два куста цветов, ну, не счесть. Вот если посчитать, ну, раз-два, ну, не знаю даже. Здесь, наверное, штук пятьдесят, шестьдесят цветов. Это точно. Цветок, конечно, очень-очень красивый. Бокал высокий. Я люблю такой. Вот по своему описанию они пишут, что он лососево-розовый какой-то. Ну, а по мне он какой-то персиковый, что ли. Даже не знаю. Очень красивый у него цвет. Роза очень-очень душистая. Приятный аромат. Цветёт обильно. Она вот цветёт чуть позже, чем роза. Поль Бакюс. Поль Бакюс уже потихонечку начинает отцветать. Хотя тоже цветёт очень-очень обильно. И роза просто великолепная. Ну, я люблю вот такие оттенки. Как бы бикалор немножко. Очень нежная. Нежная такая, на мой взгляд, абрикосовая роза. Роза очень устойчива к болезням, к вредителям. Совершенно не отреагировала на дождик. Листва здоровая, крепкая. Перезимовала просто отлично. Роза Шраб. Ну, в общем-то, все её показатели заслуживают, так сказать, внимания к этой розе. Я вот здесь их посадила две. И обе эти розы этого производителя, они, конечно, цветут очень-очень обильно. Но вот роза Поль Бакюс больше цветёт такими вот букетами. А Нотердам-де-Рюзор выбрасывает ветки больше, одиночные. Или там на три, на четыре цветочка. Если посмотреть вот здесь, здесь может быть и семь, и восемь, и десять цветов. А здесь такая гордая, гордая приподнятая головка. Очень красивого цвета. В принципе, роза замечательная. Если вы говорите о показателях, то листва красивые, роза здоровая. Цветок держит пять-семь дней. На дождь не реагирует. На солнце тоже не плавится. Замечательная роза. Считаю, что такую розу можно сажать в своём саду. Ну вот, практически отцветает моя любимец, неопознанный объект, который нам с вами так и не удалось распознать. Что же это за роза? Она полюбилась вам всем, как и мне. Ну, роза, конечно, просто шедевр, а не роза. Красивая, обильно цветущая. Вот она отцвела месяц. Это как минимум. Сейчас осталось всего несколько кистей. Вот вы видите, я её уже обрезала. И она начинает уже давать новые почки. Надеюсь, что она наберёт силу. И ещё очень и очень, так сказать, мощно порадует нас своим цветением. Мне вот задавали вопросы по поводу рода розы Бельведер. Вот сейчас цветёт у меня Бельведер. Обожаю эту розу. Меня подписчица спрашивала. Наташа посадила молоденькую розу. Она сначала была потемнее. Вот здесь цветёт фольклор. Уже тоже доцветает. У него более насыщенный оранжевый цвет. Но когда распускается роза Бельведер, она тоже имеет более насыщенный, такой, так сказать, оранжеватый цвет. Сейчас эта роза немножечко побледнела. Но и свою привлекательность и красоту, конечно, эта роза не утратила. Я очень-очень люблю эту розу. Я вам о ней рассказывала подробно в одном из своих роликов. Обязательно куплю ещё пару кустов этой шикарной розы и посажу её в другом месте. Вот доцветает фольклор. Я вам уже показала. Видите, как красиво, но слегка завалился. От дождя цветёт дельфиниум. А в принципе, конечно, розы сейчас уже готовятся ко второму цветению. Начинают, так сказать, слегка увядать. Но посмотрите, фольклор, конечно, всё равно. Вот он, красавец. Посмотрите, сколько он выдал мне роз. Вот здесь цветёт роза у меня. Фантазия Мензиаль. Вы знаете, я когда-то увидела эту розу у Елены Ивашенко. Я вылюбилась в неё. Вот она у меня растёт в моём саду уже третий год. Ну, пока не очень впечатляет меня эта роза. Высокая, мощная, здоровая, красивая листва. Но пока запаха нет, кстати, запаха нет. Пока она не радует каким-то там, так сказать, мощным цветением. Каким-то необыкновенно красивым цветком. Хотя, когда я увидела её в цветении в саду у Елены Ивашенко, я так влюбилась в эту розу. Гонялась за ней. Приобрела её. Но пока, увы, пока, увы, эта роза у меня слабовата. Вот здесь рядом с ней цветёт Глория Дэй. Вот, она тоже молоденькая, цветает уже. Они сидят у меня в одной посадочной яме. Но пока это, как говорится, может быть, на перспективу что-то будет. Пока это обыкновенная, чайно-гибридная, я бы сказала, роза, не представляющая из себя никакого особо, так сказать, интереса. Ну, цветёт и цветёт. Ещё раз покажу вам, посмотрите, белоснежный дельфиниум, как невеста. Цветёт уже, наверное, недели три. Ну, вот, собственно говоря, на этой, так сказать, нотке я хочу закончить свой сегодняшний репортаж. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться не разочаровывать вас и снимать новые и новые ролики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.